Сказка про дождик, который научился говорить Жил-был на свете дождик малышка, самый обыкновенный Вот только говорить на своем дождиковом языке он еще не научился Нередко, прогуливаясь по небу над городом, дождик видел людей Которые, выходя на улицу, поеживались, поднимали воротники вверх Почему-то хмурились и говорили Как-то сыр и сегодня на улице Непонятно, идет дождь или его нет совсем Каждый раз после таких слов дождику было очень обидно, что его не замечают И что он до сих пор не научился еще говорить, как взрослый дождь Однажды проплывавшая по небу большая серая туча Пыхтя от собственной значимости и размера Увидела дождик малышку, который примастился на верхушке большущей ели Туча спросила его свысока Ну что, так и будешь все время молчать? Что же тебя говорить-то никто не научит, а? Молчунишка Дождик в ответ лишь покачал головой А из глаз его полились маленькие прозрачные беззвучные водяные ниточки Непорядок это, вновь пыхтя отметила серая туча Какой не есть дождь, а он все равно должен говорить Непорядок Подвела итог разговора серая туча И, вздыхая, медленно поплыла дальше Весь этот разговор Слышала пролетающая мимо Болтливая и всезнающая сорока Она примастилась рядом на ветке другой ели Немного отдохнуть Покрутив несколько раз головой по сторонам Она решительно и быстро затороторила Непорядок! Непорядок! А сама-то ничем не помогла Одни вопросы и больше ничего Потом, повернувшись к дождику, сказала «Не плачь! Слушай меня! Я знаю, как взрослый дождь говорит И могу тебя научить! Хочешь?» Дождик, внимательно слушавший сороку Утвердительно кивнул головой Сорока на мгновение умолкла Слегка расправила свой хвост А затем быстро и четко произнесла «Кап! Кап!» «Да-да, именно так!» Подтвердила сама себе сорока «Ты понял? Кап! Кап!» Еще раз проговорила она Дождик опять утвердительно Закивал головой в ответ «Утри нос и повторяй за мной!» Попросила его сорока Дождик беззвучно зашевелил губами «Нет-нет!» Решительно остановила его сорока «Надо произнести это четко и ясно, как я!» «Кап! Кап!» Учила она Дождик Он попытался сделать еще раз Более уверенно Но все же пока довольно тихо «Уже лучше? Пробуем еще раз!» «Набери побольше воздуха и произнеси это как бы на выдохе!» Наставляла Дождик ученая сорока Дождик вытер своей маленькой ладошкой мокрые глазки Улыбнулся, глядя на старательную и добросовестную сороку Глубоко вдохнул И храбро произнес «Кап! Кап!» Потом моргнул И сказал еще раз уже громко, уверенно «Кап!» И в этот миг Маленькие, круглые, прозрачные, водяные шарики Буквально брызнули во все стороны из глаз Уже смеющегося вовсю от радости Дождика Он уже не мог остановиться и звонко-звонко распевал «Кап! Кап! 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 Кап!» Сорока, на которую внезапно палился поток сильного дождя Улетела, даже не сообразив, что произошло А Дождик от радости, что получилось Продолжал говорить дальше на все лады «Кап! Кап! 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 Кап!» Еще долго звенели и стучали его капли По листьям деревьев и крышам домов Лишь ночью Дождик успокоился И довольный сладко уснул На утро люди недоуменно пожимали плечами и спрашивали друг друга «Что вчера вечером произошло?» И невдомек им было догадаться Что малышка Дождик-то говорить научился Научился Субтитры создавал DimaTorzok